150 тысяч километров пути Более 30 экспедиций за 3,5 года съемок Тысячи метров от снятой пленки Работа в экстремальных условиях От полярных пустынь до соляных озер Тяжелейшее испытание для людей и техники Фото и кинопроект «Россия из окна поезда» Совместно с российскими железными дорогами Представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино А поезд его основным героем Наше сегодняшнее путешествие стартует из приморской столицы Владивостока Приморье очень непростой регион, поэтому и экспедиция обещает быть сложной устроенной Мы собираемся изучить две очень интересные железнодорожные ветки Уссурийск, Хасан, Туманган и Владивосток на Хорт Кроме того, нам предстоит и небольшая морская экспедиция В западную часть залива Петра Великого Дальневосточный морской заповедник Догоняйте! Догоняйте, если что! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким необыкновенным способом начинается наша новая железнодорожная экспедиция на Дальний Восток Мы уже провели в поезде 6 суток Проделали колоссальный путь от Москвы через весь Транссиб к Тихому океану И теперь довольно естественно оказались в акватории Японского моря Это Дальневосточный морской заповедник ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из Владивостока на двух исследовательских судах Предоставленных нам Тихоокеанским океанологическим институтом Наша экспедиция отправляется в сторону порта Посье Мы попробуем пройти маршрутом российских дальневосточных первопроходцев Экипажа фрегата Паллада В середине 19 века русские моряки описали местную акваторию На карты был нанесен узкий фарватер из бухты Золотой Рог К теплым азиатским морям И это путешествие не было легкой прогулкой Первое, что бросается в глаза Необыкновенное количество больших и малых островов Они хаотично разбросаны в прибрежных бухтах и заливах Создавая серьезные унеудобства для мореплавания Это и крупные архипелаги Переса, и римского Курсакова И самый южный российский остров Фуругельма Который является промежуточной целью экспедиции Мы на Зодиаке идем на берег Вместе с двумя кораблями нашими Давайте Окружающая нас природа и растительность Совершенно не похожи на привычные глазу пейзажи Такого не увидишь ни в Средней России, или даже в Сибири Очертания скал и берегов словно Сошли с китайских гравюр Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда вы... Т毫 Dent ap The mesa Море есть море Иволей неволей следуй Что-то те обстоятельства, которые оно тебе диктует Подул крепкий восточный ветер И начался небольшой шторм. Тяжелые волны захлестывали наши корабли, заливая людей и съемочную технику. Так погибла одна из наших камер. Пришлось изрядно маневрировать, чтобы доставить нас к запланированным точкам. Для стороннего человека эти маневры были малопонятны. Мы снимаем скалы и потом идем вот оттуда, где вы сейчас. То есть мы туда возвращаемся и идем, высаживаемся на кордоне Пелеса. Из-за фотосъемки приходилось делать многочисленные остановки, что вызывало неудовольствие у капитана Шхуны и его команды. Корабли вклинивались в узкие проходы между скалами. Иногда казалось, что мы вот-вот коснемся бортом очередного зазубренного утеса. Но в конце концов мы благополучно вставали на точку съемки, несмотря на волнение и опасность наткнуться на прибрежный риф. Вот почему такие места, как берега океанов, морей, обрывы, так всегда были любимы учеными, геологами, биологами, потому что здесь нам показывают, как, собственно, мир был создан. Ты видишь это воочию. Вот идешь мимо берега такого острова и видишь складки земной коры, и видишь, как их сминала и расправляла тектоническая сила чудовищная в разные чудовищно далекие тоже геологические эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Отсюда начинается наше путешествие к другим знаковым местам Триморья. Южный его берег очень изрезан. Здесь находится множество удобных пунктов. На берегу одной из них расположен город-порт Находка. Судя по обилию грузовых поездов с контейнерами, углем и лесом, находку не зря называют Тихоокеанскими воротами нашей страны. Отсюда начинается самый крупный в мире наземный коридор контейнерных перевозок. Составная часть мощнейшего транспортного пути Восток-Запад. Это один из самых перспективных и приоритетных маршрутов нашего партнера российских железных дорог. Железнодорожная ветка Владивосток-Находка, построенная в 1935 году, стала естественным продолжением Транссиба. Значительная ее часть проходит через отроги Сихото-Алинского хребта, преодолевая крутой Анисимовский перевал. Путь через перевал находится в узком каменном желобе, края которого поросли густым подлеском. Локомотив постоянно ныряет в тоннели, делая съемку попросту невозможной. Поэтому мы решили снять перевал с вертолета. Ну вот, мы подготовили машину к съемкам. Демонтировали один из баков для топлива и выставили окна. Раз, два, три. Три места для трех камер. Одной кино и двух фото. Все они по одному борту открыты, чтобы не было сквозняка. А то всех просквозит и начнутся радикулиты и простуды. Окна открыты. Утепляемся. Милости просим. С высоты птичьего полета в деталях можно увидеть лихо закрученные петли железнодорожного хода. Здесь же находится один из самых крутых подъемов магистральных железных дорог России. Чтобы его преодолеть, к составу приходится прицеплять сразу четыре, а то и шесть мощнейших локомотивов Ермак. Наш полет превратился в увлекательную охоту за поездами. Мы можем многократно заходить на объект и ловить его в кадр бесконечное количество раз. На Земле о подобных возможностях приходится только мечтать. Но в какой-то момент у вертолета случилась неполадка, и нам пришлось совершить вынужденную посадку. Остроты ощущения добавило еще и то, что среди лесистых гор найти место для приземления оказалось не так просто. Я так понимаю, что мы сели... Вот она петля, где мы все работали. Мы сели здесь вот где-то. Вот здесь сели, да. Значит, у нас вот через пути туда станция Красноармейская. Хочется запечатлеть себя с летным составом. О, как! Прибыла служба спасения за нами. Служба спасения своя. Это не МЧС. Это друзья прилетели на второй машине. Привезли запчасти. И сейчас мы поймем. Служба спасения 23 минуты прошла после нашей посадки. 23 минуты всего прошло между нашей посадкой непредвиденной и прибытием этой прекрасной службы наших друзей. Пока мы раздумывали, как добраться до экспедиционного поезда, вертолетчикам удалось устранить неисправность, и мы смогли продолжить работу. Адреналин от происшествия пришел значительно позже, когда мы были уже на земле. Продолжение следует... Мы так прекрасно отработали в такую изумительную осеннюю погоду яркий день, золотой лес. И так успешно вернулись, как моряки говорят, в базу, что я даже позволю себе выпить газировки сегодня. Проезжих дорог в Сихотолине почти нет. Вглубь вообще можно пробраться лишь древними тропами, по которым хаживал еще Дарсуузала, самый знаменитый охотник-прим. Исключительная красота, захватывающий дух серпантин главного хода железной дороги Владивосток-Находка объясняется тем, что дорога переваливает хребты южного Сихоте-Алини. Мы оставили наш сухопутный пароход, тепловоз, и решили в духе старинных мореплавателей совершить экскурсию, постоять и пройтись ногами по этой земле, и даже совершить небольшое, но довольно трудоемкое восхождение. Во время путешествия по Приморью нас все время словно сопровождала тень амурского тигра. В лесу мы прислушивались к каждому шороху. Временами казалось, будто полосатая шкура хищника мелькает среди деревьев. Мы находились в центре его природного обитания. Это самый тигриный в мире Лазовский заповедник. Едва ли мы могли снять зверя в дикой природе это большая отдельная работа. Но все время не покидало ощущение, что он находится где-то неподалеку. Это чувство игнало нас в местную тайгу, в это время года раскрашенной в цвета тигриной шкуры. Юг Приморья фактически уже субтропики. Эти земли находятся на той же широте, что и Сочи, и южный берег Крыма. Здесь богатые жирные почвы и довольно мягкий климат. Все это способствует бурному росту редких и диковинных для нас растений. Со слонов заповедного хребта в долину сбегают множество прозрачных рек и ручьев. Вот сливаются две заповедные реки. Как всегда в таких случаях образуется ванна в месте их слияния, где кто-нибудь может рискнуть искупаться. Хотя при такой температуре воды это было бы подвигом. Вода тут такой чистоты, что ее очень хочется попробовать. Пить можно безо всякого опасения, просто зачерпывая горстями. Мало кто и где может теперь позволить себе такую роскошь. Она сладкая на вкус. Это удивительно для нас, жителей Европейской России, привыкших к торфяной воде. Сладость местным источникам придают широколиственные породы деревьев, пришедшие сюда из Китая. Склоны сопок обильно поросли монгольским дубом, кленом и кедровым стланником. И только на самых высоких точках хребта есть отдельные выступы голого камня. В последнее время как-то особо популярны стали экскурсии на разного рода болваны и каменные останцы. Очень людям нравятся. Такие места обрастают всякими легендами, мифами. Вот это, например, называется парк драконов. Разное сочиняют мракобесие, вплоть до того, что инопланетяне чертили лазерами эти фигуры и узоры на камнях. На самом деле была ветровая эрозия и другие процессы на протяжении долгой геологической истории Земли. Просто возможности и фантазии природы гораздо богаче, чем все, что мы можем о ней себе представить. Парк драконов – это комплекс каменных болванов, расположенных на отдельных пиках хребта заповедной. Со стороны этот массив кажется беспорядочным нагромождением гранитных глыб. Но при ближайшем рассмотрении в отдельных утесах можно угадать силуэты людей или сказочных животных. Особенно впечатлительные натуры обнаруживают здесь следы разумной деятельности какой-нибудь доисторической приморской цивилизации. Удивительно, что этот парк, известный еще по древним легендам нанайцев и айнов, лишь недавно привлек внимание традиционной науки. Но людям очень хочется верить, что все эти изваяния – результат деятельности каких-нибудь сверхъестественных сил. Парк драконов стал крайней точкой нашей вылазки в горы. Настало время вернуться на железную дорогу. Участок дороги от Уссурийска до Спаско-Дальнего – один из старейших на Транссиле. Уже в самом начале строительства Великого Сибирского рельсового пути в 1892 году здесь появились первые изыскатели. Дорога прокладывалась в сложнейших условиях через многочисленные каменистые сопки и непроходимую местную тайпу. Прокладка путей и строительство сопутствующих объектов заняло более двух десятилетий. Окончательная сдача в эксплуатацию произошла в 1913 году. С этого самого момента и по сей день движение здесь – одно из самых интенсивных на всей Транссибирской магистрали. Нашему поезду приходится регулярно пропускать тяжелые составы, которые направляются вглубь материка. В конечном пункте нам предстоит вновь покинуть вагон. Легенда гражданской войны – город Спасгдальний. Между прочим, он стоит на Транссибе между Хабаровском и Владивостоком. И поэтому, кроме импозантного памятника героям-партизанам, здесь сохранились прекрасные образцы казенной железнодорожной застройки начала века, времен строительства Уссурийской железной дороги. Отсюда мы совершим весьма интригующее путешествие к одному из, наверное, самых главных символов Приморского края. Мысль о тигре не давала покоя буквально всем участникам экспедиции, где эти мечты реализовались в виде крупного самца, вышедшего навстречу нам из Уссурийской тайги. Это зоологический центр Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. На огороженном участке леса здесь почти вольно обитают несколько особей этого прекрасного животного. Честно говоря, это первый в моей жизни случай такой близости с тигром. Понятно, что за короткое время железнодорожной, тем более экспедиции в Приморье, мы не можем снять тигров в естественных условиях. И поэтому мы приехали к знаменитому человеку Виктору Георгиевичу Юдину на биостанцию поблизости от озера Ханка, где замечательная пара тигров живет в условиях, близких к естественным. На первый взгляд, лежащий за оградой тигр производит впечатление домашнего животного. А вот тигры вообще спокойные. У них есть чувство достоинства. Да, это очень чувствуется. Но вот они явно тянутся к социальному общению. Вот они подходят к нам. Я же его из соски выкормил. Из соски. Как-то подходят, общаются. Он, может быть, меня бы и не тронул, но дело в том, что он сильно большой. Он меня однажды хорошо очень прижал в возрасте одного года. Даже если он играет, то... Он меня обнял, хорошо порвал, хорошо спину. Рубашку жалко. Как дорожно. Медведь однажды поймал, новая рубашка. Первый раз одел, поймал, пришлось рвать. Ну, по-другому нельзя было. И вот этот новую рубашку порвал. Вот такие пироги. Да. Мы завершаем наше путешествие. Мы завершаем наше путешествие по Южному Примори. Несмотря на крайне плотный график и поломки съемочной техники, мы выполнили все поставленные задачи. Во многом это произошло благодаря тесному сотрудничеству с российскими железными дорогами. Экспедиция по этой, казалось бы, достаточно обжитой и сравнительно небольшой области России стала очень насыщенной. Густая тайга и равнины, горы и морские просторы. Все это расположено здесь чрезвычайно компактно. Из бесконечного количества удачных точек для съемки мы должны были выбрать единственно верное. И кажется, нам это удалось. Время двигаться дальше.